Сегодня моя задача показать, насколько связано состояние крови через микроскоп с приемом антиоксидантов или не приемом антиоксидантов. Сегодня мы с вами посмотрим, как глазами увидеть, что такое работа антиоксидантов. Эритроциты, которые протекают в нашем организме, представляют собой вот такие образования. Капиллярчики, в которые они попадают, вот такие вот образования. Каким образом такой большой эритроцит попадет вот в этот капиллярчик? Он вот так вот соединяется и проскалькивает. Говорит, кровь течет, руки теплые, ноги теплые, кровь течет. Что такое кровь течет? Мы тут с вами сегодня увидим, как она течет. Что это такое? Как бегут эритроциты, мы сейчас с вами увидим. Или стоят эритроциты. У кого они бегут, у кого они стоят. И как это глазами увидеть и понять, что делают окислители, а что делают антиоксиданты. Антиоксиданты. Значит, что происходит? В норме вот этот вот нормальный эритроцит, он должен попасть в капиллярчик. Сейчас мы с вами увидим различные виды, это нормальная кровь, да? Нормальная кровь. Сейчас мы с вами увидим различные виды патологической крови. Вы сами ее просто увидите и за одну лекцию прекрасно поймете, в чем тут суть дела, да? Мы с вами увидим патологическую кровь. Если у нас идет окисление, и от каждого эритроцита, который у нас имеет в защитной оболочке заряд отрицательный, забирается окислителем электрон, то эритроциты у нас соединяются друг с дружкой. И появляется так называемый монетный столбик. Вот мы сегодня посмотрим, у кого монетные столбики, у кого отдельно стоящие эритроциты. И вот этот монетный столбик уже сюда просунулся, в периферический капилляр. Что? Не может. Как 20 человек в облаконную квартиру, все вместе сразу. Капилляр перекрывается, да? Все, закрыли капилляр. Закрыли капилляр, кровотока нет. Вот вам катаракта, вот вам лоукома, вот вам гипсузные изменения, где печень, поджелудочные почки, с которым я за 2 дня, вот у меня прием 26 человек, среда и четверг. И все с одной и той же проблемой, да? Нарушение микроциркуляции. У одного это облитерирующий интертериит. У другого это холецистопанкеритит. У третьего это гипертонический болезнь. Детки маленькие, с заболеванием диатез, нейродермит, повышенное внутричерепное давление, венозный застой. То есть у меня прием разнообразный, потому что я врач по восстановительной медицине. И приходят те, кто уже лечились где-то, были на приемах, но результата нет, да? И все, на это же проблема. Это проблема чего? Сгущение крови. Значит, как только у нас электрон минус, здесь возникает заряд плюс. И уже получается плюс и минус, что вот оно соединение. Все гениальное просто. Все, о чем вам говорят, все это можно сейчас увидеть. Теперь уже не электронные пока микроскопы у докторов, но по крайней мере вот такие световые микроскопы с увеличением в 2000 раз у меня микроскоп. Это мы нарушили. И вот посмотрите, что еще может произойти, когда отсюда уходит электрончик. Как только отсюда уходит электрончик, у нас эритроцит приобретает вот такую вот форму звездочкой. Вот здесь он у нас переносил 100% возможность переносить кислород. Или в отчетах под электрончик мы считаем, что окислительная способность у нас, оксидантная способность эритроцита повысилась. Это значит он что? Везде вот здесь кислород присоединился, да? И он переносит кислород. Что здесь происходит? До 30% снижается возможность переносить кислород. А если эта возможность ушла, значит наступает состояние гипоксии. Все пациенты, которые для меня уже добираются, они все находятся в состоянии гипоксии. Иначе бы они ко мне не пришли, если бы они были в состоянии здоровой крови. У них уже что есть? Слабость, усталость и нарушение функции всех органов. Посмотрите, вот это вот эритроцитик, да? А вот это вот маленький капиллярчик. Вот когда идет приход эритроцитика и уход отработанных эритроцитов, живет наш организм. Как только нарушается поступление, вход и выход, а это происходит опять из-за того, что у нас эритроцит нормальный разрушился, либо он склеился, либо он перестал переносить кислород. И все, получается, системы работают вот на этой простой формуле. И будет ли болезнь или здоровье, зависит от того, как функционирует периферический капиллярный кровоток, да? А эритроциты живут 120 дней, ребят. Значит, через 120 дней мы имеем справа с вами восстановить свою кровь. Фактически, меняется кровь. Значит, мы можем ее восстановить. Значит, любой нарушенный процесс, разрушение, он обязательно у нас может измениться в сторону, наоборот, улучшения. Но только надо для этого что-то делать. И первым делом нам надо восстанавливать периферический кровоток. Поэтому, как сегодня доктор Милл, и геморрой, и варикозы, и онкология, и СПИК, и все это проблемы периферического кровотока. И когда мы его восстанавливаем, я не смотрю на диагнозы. Потому что если я буду изучать диагнозы, у меня час времени, полчаса я буду только читать их. Потому что вот с такой медкнижкой приходят, и если я все диагнозы выпишу в А4 стандартный лист, я обязательно на другую сторону перелезу. Потому что мне А4 не хватает. Это в возрасте к 50 годам, да? Там уже столько написано. Почему? Потому что мы с вами не занимаемся профилактикой кровообращения. А господин Залманов сказал, ключом ко всем клеточным перерождением является периферический кровоток. А мы с вами еще сидим. Господин Залманов, когда нас предупредил? Смотрите свою кровь, господа, да? И занимайтесь состоянием периферического капиллярного кровотока. Прием таблеток – это разрушение эритроцитов. Поэтому я в свои 54 их не принимаю. Хотя я доктор. И всех своих пациентов я увожу от приема таблеток, и вот таблетки – это окислители. Они разрушают наши эритроциты. И первым условием я ставлю – обязательный прием достаточного количества воды. Достаточного – это как, говорят? Достаточного – это 30 мл на килограмм веса. Физиология – второй курс. Мединститут – первый курс. Меркурис. Это написано физиологией. 30 мл на килограмм веса. Ну, посчитайте, господа, да? Это не входит совершенно. Чай – это питание. Кофе – это опять питание. Значит, что помогает? А тут только чистая вода. А что мы говорим, господин Заводин? 3 литра воды. В первую очередь – крещенская вода. Итак, следующее. Посмотрите, ребята. Достаточность воды в вашем организме – оцените, пожалуйста, вот сейчас. Просто оцените у себя, да? Критериями недостатка воды являются, первое – стул меньше двух раз в день. Если он меньше двух раз в день и плотной консистенции, это значит, даже для формирования стула воды не хватает. Поэтому все токсины остаются в организме. Поэтому первое, что я решаю с ребятами, кто начинает заниматься антиоксидантной защитой, это устранение запора. Господина Пушкина читали? Да. В 8 классе. Как счастлив тот, кто поутру имеет стул без принуждения. Ему и пища поутру, и все другие наслаждения. Вопрос запора стоит неизвестно с каких веков. Неделя запора, господа, у вас электрослеты все разрушены. А первым способом убрать эту проблему – это просто-напросто забор разжижить. Да? Второе у нас – светлое без запаха моча. Вот если светлое без запаха моча, тогда вы пьете достаточно. Я говорю, сколько пить воды? Ну, ребята, решайте. Посмотрите на свой стул и на свою мочу. Всемирная организация здравоохранения пишет, здоровье нации оценивается по запаху из туалета. И когда, как мне мама приходит, приводит больного ребенка, я говорю, в баночку пусть малыш пописает, и привезите мне мочу, мы под микроскоп посмотрим. Мы не только можем осмотреть, я и мочу смотрю, когда мне это нужно свет, да? Вот так вот мама идет и несет. Глаза закрыт, нос закрыт, она несет мочу ребенка. Я говорю, пока мама, мы будем вот так вот мочу на ребенка носить, до тела все будет на лице. Концентрат мочи. Как можно, да? Как можно работать с этим? Третий пункт, который мы должны помнить, что когда не хватает воды, это сухая кожа, которая требует постоянной коррекции косметики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok